Когда встает вопрос похода в кинотеатр, у нас нет проблем выбора. Мы видим логотип Marvel или DC и покупаем билет без оглядки. Но когда встает вопрос покупки нового телефона, начинается ад выбора среди сотен кандидатов. Однако, зная нужные места, выбор девайса становится простым, как методы Халка. Е-каталог за долгое время работы отточил процесс помощи в выборе техники до идеала. Во-первых, здесь вы найдете девайсы любой категории и любых фирм. Во-вторых, портал покажет вам детальную 3D-модель товара и расскажет о подробных характеристиках. В-третьих, вы увидите отзывы и советы от реальных покупателей, которые абсолютно нейтральны. Ну а в качестве вишенки Е-каталог проанализирует цену заветной вундервафли и покажет, в каком магазине покупка будет наиболее выгодной. Прочувствуйте магию прогресса, переходите по ссылке в описании и выбирайте технику с умом. Капитан Марвел Капитан Марвел – один из самых популярных поисковых запросов после Войны Бесконечности. Причины тому – сцена после титров, намекающая на ее появление во Мстителях 4, Марвел, что обещает сделать из героини нового Тони Старка, и Скруллы, которые дебютируют на экране вместе с Кэрол. Очевидно, что в сольник дамочки студия вложится по полной, но на данный момент мы не знаем о сюжете ни-че-го. Для этого и был создан канал Geek Movies, и сейчас мы объясним, как события фильма, что развернутся в 90-е, повлияют на будущее киновселенной. Более того, в фильме Кэрол мы наверняка увидим Камни Бесконечности, Войну Клонов и, вполне возможно, даже Таноса. Заинтригованы? Тогда не будем терять времени, оставляйте в комментариях ответ на вопрос о том, какой фильм вы ждете больше – «Человека-муравья и осу» или же «Капитана Марвел», а мы начинаем. Мы уже знакомили вас с историей героини в одном из прошлых видео, но для ленивых вкратце напомним. Кэрол Денверс – бывший пилот, шпион и коллега Ника Фьюри. Тогда у нее еще не было способностей, но они появились после работы в НАСА, где девушка познакомилась с Марвеллом. Солдат расы Крии навсегда изменил ее жизнь, даровав вследствие внезапного происшествия суперспособности, которым позавидует и Халк. После этого «Капитан Марвел» успела повоевать бок о бок как со «Мстителями», так и со «Стражами Галактики» и даже с «Людьми Икс». Фильм, скорее всего, адаптирует большую часть этих событий, ведь Джут Лоу играет Марвелла, Сэм Джексон возвращается к роли Ника Фьюри, а Скруллы также заявлены к появлению. А теперь к интересному. Пейджер с пиксельным логотипом Кэрол в конце фильма намекнул нам, что девушка как минимум поможет «Мстителям» оправиться от поражения, а как максимум знает, что нужно делать. И несмотря на то, что ни Марвел, ни госпожа Денверс напрямую не участвовали в комиксах о «Перчатке бесконечности», приплести их к событиям «Мстителей 4» проще простого. Во-первых, сам Марвел частенько сталкивался с Таносом. К примеру, однажды он получил титул защитника нашей вселенной, и его задачей было забрать у Фиолетового космический куб. И если в комиксах это отдельный артефакт, то в кино это один из камней бесконечности. Во-вторых, герой успел побывать и на Титане, родной планете Фиолетового. Там он помогал местным жителям бороться с Таносом, но по итогам продолжительной болезни скончался. И именно тогда Кэрол Денверс и взяла титул капитана Марвел. Ведь до этого она звала себя лишь «Мисс Марвел». Сомнительно, чтобы этому уделили много внимания в сольнике, но Марвел вполне может мельком рассказать Кэрол, что в прошлом надирал задницу Таносу, связав все воедино. Помимо прочего, фильм поможет объяснить, почему Фиолетовый решился напасть на Землю так поздно. В этом и есть главная претензия фанатов. Кейбл давно знал о Перчатке Бесконечности, выковав ее еще во время Эры Альтрона. Один, как защитник вселенной, не принимается. В это время папаня Тор опускал слюни в салфетку и бомжевал на Земле. Но Марвел подходит как нельзя кстати. Танос отгребал от него в прошлом и попросту боялся новой встречи. Лишь после смерти оригинального капитана Марвел, Фиолетовый пошел в бой. К слову, Фьюри мог отправлять сообщение даже не Кэрол, а именно Марвеллу. Ну и напоследок, такой поворот также расставит точки над И и объяснит, почему Ник не позвал могущественных друзей во время той же Эры Альтрона. На экране нам покажут, что это был уговор вызова лишь в случае угрозы непосредственно от Таноса. А что же до самой Денверс? Она будет рассекать в зеленом костюмчике и лишь под конец, после смерти дружка, заберет его цветовую гамму и псевдоним. А ее рассказы о том, как Марвелл в прошлом надирал зад Таносу, станут полезным Мстителем. Впрочем, их наличие кажется второстепенным. По словам Бри Ларсон, ее героиня так сильна, что может двигать планеты. Так что эпичного второго раунда с Таносом точно не получится. И скорее экранизируется мем о групповом изнасиловании. Сэм Юэл Джексон в недавнем интервью прямо сказал, что знает концовку Мстителей 4. И не потому, что ему дали сценарий, а потому что он знает, кто такая Капитан Марвел, и принимал участие в съемках. Старичок уверен, что Кэрол укатает Фиолетового одной левой. Так что основной акцент во Мстителях 4 будет на путешествиях во времени и на поиске камней. Вернувшись к Сольнику, мы можем с вероятностью в 99% предсказать его сюжет. Помните, как год назад вся планета считала, что Мстители 4 экранизирует секретное вторжение? Эта линейка комиксов рассказывает о скруллах, которые, используя способности к изменению внешности, внедряются во все организации Земли с целью захвата планеты. Комикс невероятно эпичен, и в нем участвуют все, включая Мстители. Но что если Марвел экранизирует ту же историю и без них? Только ЩИТ, спецслужбы США и подоспевший на подмогу солдат Кри Марвел. Шпионская история о предателях будет мощной и в то же время познакомит нас как с космосом, так и с земными персонажами. Мы предполагали нечто подобное, но в меньшем масштабе, однако полноценная экранизация секретного вторжения позволит Марвел убить кучу зайцев. Как минимум, это подкрепит слова студии о том, что Кэрол Денверс — это мост между Землей и космосом. Несмотря на то, что основная часть событий развернется на нашей планете, станет очевидно, что Скруллы не остановятся и вернутся. И все годы, что Мстители развлекаются на Земле, Капитан Марвел огнем и мечом отбивает у инопланетян желание устроить повторное вторжение. Это порождает кучу забавных сцен, где Тони Старк предъявит Кэрол обвинение в том, что она прохлаждалась, пока он с ребятами защищал планету. А Кэрол рассмеется ему в лицо, пояснив, что сделала для Земли больше, чем все они вместе взятые. Помимо Камня Пространства, на появление в любом виде в Капитане Марвел напрашивается и Камень Души. Хотя бы потому, что в Войне Бесконечности студия представила его внезапно и без малейших отсылок на прошлое, что с ней случается редко. А действия сольника Кэрол как раз развернутся в прошлом, и отсылка заедет на ура. Предпосылок много, ведь планета Вормер, где хранится камушек, располагается в пределах владения Империи Крии, к которой принадлежит Марвел. Вспомните, как Гамора нашла артефакт. Кто-то отдал ей карту. Вполне возможно, что в фильме Бри Ларсон мы увидим одного из солдат Крии, передавшего карту дочке Таноса. Не исключено и небольшое камео Гаморы, что выкрадет информацию на заднем плане. И пусть в комиксах Вормер появляется лишь мельком, была другая планета, очень на нее похожая. В 124-м выпуске Мстителей один из пришельцев рассказывает, что прибыл с безымянной планеты, куда Крии отправляют в отсылку политически неугодных. В основном это члены одного из религиозных культов. Саму планету парень описывает как ужасное и практически непригодное для жизни место. Согласитесь, здорово похоже на Вормер, что мы видели в кино. А наказание для членов культа следить за камнем души, и охранники в виде жрецов вписываются в историю на отлично. Мы уже определились с тем, что павшие после щелчка герои так или иначе находятся внутри Камня Души. И во Мстителях 4 он сыграет важную роль. Экранного времени там не так много, и не исключено, что Марвел продемонстрирует принцип работы камушка как раз в грядущем сольнике. Но даже это не все. На днях появились слухи о том, что Марвел ищет актрису на роль Камалы Кхан, молодой мисс Марвел. В комиксах она последовательница Кэрол Денверс и первый мусульманский персонаж второго плана. В целом отзывы на ее комиксы отличные и внедрение в кино смотрится логично. Но Кевин Файги умерил пыл фанатов. Глава студии пояснил, что историю Камалы будут адаптировать канонично, а значит для этого в первую очередь нужна Кэрол Денверс. Для начала Бри Ларсон будет геройствовать, и только потом появится вдохновленная ею молодежь. Это, в свою очередь, намекает, что во Мстителях 4 может состояться камео с юной Камалой, что наблюдает за тем, как капитан Марвел надирает зад Таносу. Из других же мелочей стоит отметить обязательную гору отсылок на культуру 90-х, что Марвел непременно нам подарит. Помимо этого мы узнаем историю о том, как молодой Фил Колсон присоединился к Нико Фьюри, и, конечно же, будем ждать пасхалок на гибель семьи Старков и жизнь молодого Тони. Одна фраза Сэма Джексона о том, что из него в будущем выйдет крутой герой, ведет фанатов в экстаз. Так что сольник обещает быть действительно мощным. Ждать подножки от критиков не стоит. Марвел успела переобуться и уделяет женским персонажам достаточно времени. Помимо этого, впервые в истории киновселенной композитором фильма выступит девушка. Ею станет Пинар Табрак, работавшая над Криптоном. Так что тылы у проекта прикрыты. На этом мы закончим нашу краткую вводную о том, почему капитан Марвел станет крутым фильмом. Будем надеяться, хотя бы парочка наших предсказаний сбудется, ведь нам нужны ответы, а Марвел привыкла давать их всегда. 8 марта следующего года нас ждет отличная разминка перед Мстителями 4, первый трейлер которой уже на подходе. Само собой, от нас поступит мгновенный разбор, поэтому не ленитесь и жмите на колокольчик. Отдых закончен, и совсем скоро нас ждет гора новостей как от Марвел, так и от DC. А чтобы вдохновить нас на работу, вы можете поставить лайк под видео и проголосовать за самый ожидаемый фильм в комментариях. До новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!